Устойчивость, она зависит от нашего вкуса. То есть, если мы теряем вкус, нас начинают кренить какие-то другие вкусы, да, то есть, начинают привлекать. То есть, вот это вот опыление, потеря, как бы, духовного вкуса и опыление материальным вкусом создаёт преданным какую-то слабость, да, то есть, и у него уже, вот он уже не может, там, джапа уже, это как какое-то насилие, да, то есть, над собой, и преданный, как бы, вот так начинает воспринимать. Тогда, как удовлетворение чувств спонтанно происходит, да, то есть, вот это вот, хочется быть спонтанным, а тут, как бы, нужно усилия прилагать. Вот, вот проблема наступает. Но потом происходит, например, преданный попадает, ну, в общение, ну, в хорошую атмосферу и начинает напитываться этим вкусом. И вдруг у него духовный вкус пробуждается, и ему прям хочется повторять джапу. А это вообще, как бы, да. Вот поначалу мы, как бы, находимся вот в этом опасном положении, что мы еще сами, еще наш собственный вкус, еще он не разгорелся, мы скорее, как бы, зажигаемся от какой-то вкуса, и какое-то время горим. И думаем, что это наш собственный уже огонь, и иногда расслабляемся, и думаем, ну, уже я, как бы, уже я продвинутый, преданный, поэтому могу пойти, да, и отдохнуть от преданного служения. И в результате мы потихоньку тухнем, да, и, соответственно, поскольку отсутствие вкуса очень трудно переживается живым существом, потому что мы созданы для того, чтобы, ну, для наслаждения. Расовая и сагад, то есть живое существо тоже является созданным для расы. Оно хочет испытывать вкус. А когда нету духовного вкуса, то, ну, уж жить просто в такой безвкусной жизни очень тяжело, да, нужно хоть что-то, да, заесть, как бы, там, не знаю, ну, понаслаждаться, да, то есть так появляется, как бы, ну, потребность в альтернативе какой-то, и человек начинает опять опускаться.